итак дорогие друзья начинаем собираться начинаем как говорится начинаем начинать продолжаем изучать мишли значит глава 3 глава 3 глава 3 все готовы никого пока нету ну кто же первый придет на урок чтобы забрать награду всех рука то аду иной шаколик не бедро кто первые виктор комиссарук сегодня первый он забирает награду равна награде каждого то есть получается всех вернее каждый получает свою награду алина комиссаров всех он первый зашел из тела клипник номер два тоже 2 на значит написано тот кто первый приходит до мучения значит тут собирают отсек третья глава сегодня мы изучаем третью главу мишли притча царя соломона 3 глава начинается с того что говорит царь соломон это он говорит от имени бога и можно даже так сказать от имени торы он говорит так бни бни сынок он говорит тора ти альтишках умит сватай и цор лебеха значит он говорит так сынок тору мою не забывай и мит свод то есть заповеди мои и цор будет производить будет создавать твое сердце что имеется ввиду значит мышление на языке царя соломона на языке торы на языке танаха это сердце как говорится много замыслов в сердце человека а замысел бога он исполнил исполнится то есть мысли это в сердце значит сердце это мышление которое управляет всем остальным то есть сердце управляет всем остальным теперь он говорит дни тора ти альтишках сынок тору мою не забывай значит тора это переводится слово учение это есть мировоззрение торы взгляд торы вот мы уже изучаем тору но значит тора состоит из двух частей есть мировоззрения есть заповеди заповеди это то что ты должен делать или не должен делать а мировоззрение это как работает система как смотреть на мир так он говорит мировоззрение мое тора ти не забывай то есть ты уже смотришь на мир вот так смотри а мит свод аль и цор лебеха мит свод пусть производится время твое сердце то есть мит свод ты должен все время потом изнутри вытаскивать и вспоминать а что сейчас делать, а что сейчас делать. Какую митцву я сейчас могу сделать, а сейчас какую. И, например, вот говорит Рамбам, что лучше дать тысячу раз по одной монетке, чем один раз тысячу монеток над сдаку. Потому что каждый раз, когда ты даешь одну монетку, это ты выполняешь заповедь сдака. Да? Каждый раз, когда ты говоришь браху, или когда ты изучаешь кусочек Торы, или когда ты делаешь доброе дело, и так далее, то есть, есть митцвот, 613 заповедей, 248 повелевающих, 365 запрещающих, и на сегодня актуально 77 всего лишь мы можем делать повелевающих заповедей, или 77, или 78, это книга митцвот, сокращенно Хаветсхайма. Нету храма, ты не коин там, ну и так далее. И осталось сегодня чего там? 77 митцвот. Митцвот это заповеди, это рычаги такие, по которым ты через действия, через тело связываешься с Богом, и их все время сердце должно производить, то есть, ты должен все время вспоминать и думать, как бы, креатив, да? Какую митцву сейчас делать? Какую митцву сейчас делать? Какую митцву сейчас делать? Если ты делаешь митцву через сложности, есть такое, липум цара агра, чем больше страдания, тем больше награда, то есть, тебе сложно сделать митцву, ты ее делаешь, прямо пошел, пошел, прямо награда пошла, то есть, депозит. Или есть, например, такое еще выражение, что каждая митцва, это не выражение, это правило такое, каждая митцва, есть ее три варианта выполнения. Есть вариант выполнения, называется бедеевет, но уже считается, что выполнил, переводится. То есть, ты делаешь ее, ну в таком лайт-варианте, но ты делаешь. Если хатхила изначально, то есть, это так ее надо делать, это как минимум 100 процентов максимум лихотхила это изначально так надо делать сто процентов максимум это лимиадрин лимиадрин то есть ты делаешь митсву и украшая с подготовкой скованок с праздником после выполнения митсвы там все это максимум и точно так же то есть митсва это как как вот компьютерная игра этот мир и есть какие-то действия которые но которые тебе дают баллы переводят тебя на следующий уровень это митсву их надо все время создавать создавать у себя в сознании это первый посуд 3 главы сынок тору не забывай а митсву пусть создает твое сердце понятно дальше дальше второй посуд потому что орех я мим это продолжительность твоих дней вешнот хаим и годов жизни твоей в шалом и шлемут совершенства полнота каждого мига йосифула добавят тебе значит как вы уже изучали что жизнь то настоящая это это когда ты осознанно соединен со своей сущностью со своей душой и через душу ты соединен с богом и вот эти моменты жизни они и они останутся только навечно то есть вот живет человек вот у него весь его день пустота потом он начал день там урок торы урок торы он учит тору осознает себя именно религиозным человеком который связан с богом в этот момент вот этот момент и остался он как бы это ну воспоминание или этот кусочек реальности которая есть он и есть реальность он связан с богом все остальное все что с богом не связано она исчезает потом стирается и а значит орех я мим это продолжительность дней если человек занимается целый день торой у него прям реально он может такие столько всего успеть прям чудеса бывает на чек у тебя даже с утра на молитву например ну минут за пять а если еду по этой же дороге но не на молитву я даже за 15 за 20 почему потому что когда я еду на молитву я во первых я спешу во вторых я знаю что тот кто едет бежит выполнять митву ему не будет ну вреда там написано такое есть несколько абсурдив на эту тему в мишли тоже я еду там по рельсам по встречке на красный я знаю я еду на митву то есть опы я доезжаю на пять минут а если я еду не на заповедь а просто куда-то еду я еду только жестко по правилам потому что но я еду по своим делам защита никакой нету мало ли чем может быть понятно орех я мим продолжительность дней если ты живешь по торе то у тебя увеличивается уж нотка им продолжительность твоих годов то есть тора эскаим или макзетимба она древо жизни для тех кто за него держится и мы знаем по последним главам всем поколений которые вот были сейчас главы мира торы они все умирали после ста лет и после до ста лет они еще спокойно преподавали и то есть тора дает продолжительность жизни в эшалом шалом это шлымут то есть обычно человек живет в состоянии постоянного недостатка то есть это двигает по жизни ощущение недостатка вот сидит человек ему хорошо вот он сидит ему вообще ну классно он в таком равновесии гомеостаз есть такая хорошее слово потом этот гомеостаз у него нарушается у него появляется недостаток чего-то ему там не хватает энергии он тут же должен или там попить или поесть или еще что-то он должен сделать потом он себе ему не хватает почета славы денег и он вынужден из-за недостатка он вынужден бегать но тора она добавляет чеку шалом шалом это шлымут это совершенство полнота когда ты изучаешь тору ты ты смотришь думаешь то вообще но все это такая иллюзия эвэль эвелим то есть все это суета сует куда я вообще бегу зачем я бегу то есть мы все бежим к одному месту к модели вот я написал книгу каэлит вышла эта книга надо ее как-то больше распространять я просто я тоже все время бегаю работа то есть все забываю о главном часто вот течение дня я написал очень классную книгу по вот были вот так уроки по экклезиаст по каэлиту и книга тоже издана она есть уже все в живом виде красиво все и уже она даже продается но я еще не делал ни одного движения чтобы ее как-то продвигать сейчас первый раз об этом сказал а в то же самое время вот насколько почему мир такой как он есть я сейчас помогаю с один миллиардер который решил осознать свой жизненный путь написал книгу жажда рыбаков игорь владимирович и вот он прямо реально там ночью мне пишет как давай жажда ну там продвигать какие-то мероприятия целая команда у него работают чтобы продвигать книгу жажда о том как он построил технониколита там комбинат в общем 50 заводов по производству это каменной вата это это какой-то еще там есть разные материалы просто название не запомнил каменовато самое простое материалы для строительства и он такие усилия он делает чтобы эту книгу продвигать это просто невероятные а я написал книгу вроде по экклезиасту пока или тут великая мудрость мира называется в этом весь человек две недели назад она уже вышла я еще не сделал ни одного мероприятия по ее продвижению почему так происходит потому что когда человек делает митсву заповедь у него есть и церара злое начало а когда он делает что то что наоборот я церара инициировала да а что она инициирует вожделение власть слава почетно все что идет против бога так туде церара помогает и ты бегаешь там как заведенные да хотя это все неважно в общем тора добавляет длину дней годы жизни и шалом ясифулах хэсет вэймэд аль язвуха каширэм аль гаргаратеха катвэм аль луах лебеха это третий пасук третий отрывок хэсет это милосердие эмэд это истина алия звука не оставят тебя то есть когда ты изучаешь штору то ты понимаешь где настоящая милосердие где истина и они тебя не оставят потому что у тебя появляется когда ты учишь штору появляется очень четкий внутри система определения где истина где ложь где где настоящая милосердие а где обман и вот у тебя появляется очень четкая такая система координат внутри потому что если ты только ты сбрасываешь то есть как сказать мозг человека это автоматическая система которая работает по законам вот есть на входе информация она соединяется с тем что у тебя внутри и на выходе и если ты отпускаешь вот этот свой компьютер просто на автоматический режим то его интересуют только две вещи первая вещь получать удовольствие вторая вещь избегать страдания все и он как он шифрует что такое удовольствие что страдание это не то что совпадает с определением торы то есть поэтому это и называется и церара потому что для него удовольствие все что приносит тебе моменты кайфа ну чисто такое животное как сказать только ориентируется на ощущение и страдания тоже ориентирное ощущение мир торы говорит нет ты не можешь в ты человек ты можешь ориентироваться на ощущение это корова можно ощущение ориентироваться собака можно ощущение ориентироваться что для собаки и важно чтобы ее там погладили и пай поесть что-то все вот вся собачья жизнь все погладили поесть но ты же не собака чтобы тебя погладили поесть и боишься что что тебя не погладят и не накормят. Ты же человек, поэтому у тебя должна быть другая система координат, и это Тора. Но если ты Тору не помнишь и не изучаешь каждый день, то она слетает, и ты остается как собака, чтобы погладили и поесть. Все. Понятно, да? Теперь двигаемся дальше. И дальше дается совет. А как сделать так, чтобы вот это вот милосердие и истина тебя не оставляли, завяжи их на свое горло, произноси слова Торы. То есть ты должен все время произносить какие-то отрывки из Торы, какие-то вот выбирать прямо еще раз. Сейчас на каждый урок Торы, если Влад меня смотрит, Яков, Шатадин и так далее, запишите, пожалуйста. Есть перевод уже каждой главы, второй главы, третьей главы. Сейчас я делаю перевод четвертой главы. Именно короткий просто перевод каждого отрывка и коротенькое объяснение, чтобы можно было брать и повторять, потому что сейчас я объясняю, что имеется в виду, но это объяснение не запомнится. Нужно брать потом сами отрывочки и своими словами делать свое резюме и их повторять, рассказывать. Я, например, чтобы их не забывать, у меня даже в инстаграме один и два раза в день выходят отрывки как раз из Мишли, из притчи. Прямо выходят как цитаты. Прямо запоминать, повторять, запоминать. Слова Торы. Кашрем аль гар-гаратеха. Все, что ты хочешь запомнить, ты должен произносить. Напиши на скрижалях своего сердца, переведи на жесткий диск, на постоянную память. Как это делается? Вот то, что мы сейчас изучаем. Я, кстати, как запомнил, в третьей главе я как раз использовал техники мнемонити, чтобы запомнить все псутим. И это называется записать на скрижалях своего сердца. Прямо прописать на своем жестком диске. Кашрем аль гар-гаратеха. Завяжи на свое горло. Катвем аль луах лебеха. Напиши на скрижалях своего сердца. Умаца. Четвертый отрывок. Имаца. И ты найдешь. Хен весехельтов бейней илоким веадам. И ты найдешь хен, приятность. Весехельтов. Очень хороший интеллект. В глазах Бога и в глазах людей. Что значит в маца хен весехельтов? То есть, когда ты изучаешь штору, в этот момент, как следствие, приходит. То есть, ты живешь... У тебя есть хесед, милосердие настоящее. У тебя есть истина. Ты знаешь, что почем. Ты никого не обманываешь. Ты никого не обижаешь. Ты не говоришь сплетни. Ты начинаешь вести себя, как должен вести себя человек Торы. И в этот момент... В этот момент маца. То есть, вдруг приходит хен, приятность, бейней илоким веадам. В глазах Бога и людей. Вот, например, можно так сказать. Я сейчас выступал буквально пару дней назад. Олимпийский. Олимпийский спорткомплекс, олимпийский трансформация. 20 тысяч участников. Я вам честно скажу, что я просто дружу по человечеству. Я веду себя честно по Торе по человечеству с организаторами. Это... Там есть Вадим Лобов, есть Григорий Аветов. Организаторы. И они вот... Они видят, что я честный, порядочный человек, который к ним относится хорошо, который их не подводит и так далее. И они мне стараются очень сильно тоже помогать. Это называется, что я нашел хен, приятность, высокий льтов и хороший интеллект. В глазах Бога вначале, естественно, что это все управляет Бог и людей. Но он управляет через людей. Тот же Рыбаков, он ко мне обратился, попросил, чтобы я ему помогал. Рассказал ему, как книгу его продвигать, жажду. Как выступать ему. Ну и так далее. Но это все идет только потому, что я каждый день изучаю Мишли. Каждый день провожу уроки. И стараюсь слова Торы завязать на свое горло и думать словами Торы. И четвертый отрывок. И нашел тот человек, который живет по Торе. Нашел хен, высокий льтов, нашел приятность. И высокий льтов, хороший интеллект в глазах Бога и людей. Понятно. Теперь пятый отрывок. Пятый отрывок. Птах эляшем беколь лебеха. Птах эляшем. То есть положись на Бога всем сердцем своим. Здесь очень важно. То есть когда ты... Давайте я в весь отрывок скажу. Птах эляшем беколь лебеха. Валь бинатха аль тишаен. А на свою сообразительность не полагайся. То есть как происходит мышление? Человек, у него есть какая-то потребность. В чем-то недостаток. Хиссарон это то, что двигает человека по жизни. Есть недостаток в чем-то. Это ему что-то хочется. Ему что-то хочется или получить, или от чего-то убежать. Это основной двигатель, который двигает мышление. Или же второй двигатель. Его кто-то начинает двигать мышление. То есть кто-то со стороны, которому что-то хочется или что-то не хватает. Он обращается к человеку, говорит. Дай мне стакан воды. То есть кому-то не хватает воды, он взял сейчас твой мозг и говорит ему, дай мне стакан воды. И он включил тебя, и ты начинаешь думать, где вода, что делать. Или ты сам хочешь стакан воды, тогда у тебя твой недостаток тебя включил. То есть мышление включается все время этим хиссароном. Дальше, после того, как у человека есть недостаток в чем-то, у него начинается процесс, который называется бина. Мы виндовар, мы кольдовар. Понимает вещь из вещи. То есть мне не хватает воды. Я начинаю думать, вода, где вода. И у меня начинает поиск в моей базе данных картотека. И у меня всплывает внутри некая картинка, как получить, где вода. И дальше у меня всплывает, где вода, а вот это вот бина, бина это качество, сообразительность. Понимает вещь из вещи. Я прокладываю путь, как мне получить воду. И люди сообразительные, он может найти несколько путей. Например, тот, кто хотел воду, он мог сам пойти за водой, а он сообразил, что можно кого-то попросить. То есть понятно, сообразительность это когда ты, ну логика, сообразительность, когда ты можешь комбинировать, выстраивать схемы, как это получить. Дат это восприятие, то есть у тебя всплыла, где вода. Понятно, да? Теперь, что такое положись на Бога всем сердцем своим. Значит, когда человек, а на свою сообразительность не полагается. То есть нужно понять, что сообразительность это не более, чем твои предположения, как оно будет работать. И чем больше ходов, тем меньше вероятности, что ты угадаешь на каждом ходе, как будет разворачиваться ситуация. Как вот я вспоминаю, как один из создателей НЛП, он отвечал, что говорит, вот если по физике можно точно просчитать, ты, если ты точно знаешь все углы и все материалы, и когда ты бьешь бильярдный шар и знаешь там плотность материала и так далее, ты можешь просчитать, куда он отлетит. Там все, ну все траектории шара бильярдного ты можешь просчитать, если ты точно знаешь все данные. Но говорит, когда ты, у него такой был пример, это Ричард Бендлер, он говорил, но когда ты бьешь ногой кошку и она летит, то ты не знаешь, куда она полетит, потому что у кошки есть свое внутреннее тоже какое-то движение, которое ты никогда не можешь предсказать. Поэтому бина, сообразительность, особенно когда это касается отношений между людьми, то ты никогда не знаешь, как кто отреагирует. То есть там может быть у тебя сильная логика, но тот, кого ты пытаешься просчитать, у него может не быть логики вообще. И поэтому ты своей сильной логикой просчитать его логику ты не можешь никак, да. Поэтому говорит нам царь Соломон Шлома Мэлла, говорит нам, на кого надо полагаться в своих планах, в своих действиях. Он говорит, птах эляшем, положись на Бога, молись, полагайся на Бога и не пытайся просчитывать. То есть если ты нашел хенвеса хельтов, если ты нашел приятность в глазах Бога, он любые твои пути выпрямит. Если не нашел, так ты можешь просчитывать днями и ночами, ничего не получится. И он нам дал конкретный совет. Положись на Бога всем сердцем. И есть в Таилим, так как царь Соломон, он сын царя Давида, то в Солмах есть тоже, мы говорим это, по-моему, на шаббат, и в обычный день тоже. Не полагайтесь на благодетелей. На человека нету в нем спасения. Выйдет его дух, вернется он в землю. В этот день потеряют все свои расчеты, все, кто на него полагались. То есть пятый у нас отрывок Птах Эляшем. Положись на Бога всем сердцем своим и на свою бину не полагайся. Шестой отрывок. На всех своих путях постигай его, постигай его Бога, и он выпрямит все твои дорожки. Значит, путь это широкая, дорожка это узкая. Если ты на своих путях идешь по путям Бога, то есть ты выстраиваешь свою жизнь магистрально, то есть у тебя есть первое, я должен учить Тору, второе, я должен соблюдать заповеди, третье, я должен там жениться, воспитать детей и так далее. Я полагаюсь на Бога, что Бог мне все это даст. Должна у меня быть работа, как в Экклезиасте написано, в Каэлите написано, что То есть, чтобы была хорошая работа, нормальная, хорошая зарплата, чтобы мне хватало, чтобы я не смотрел вот это шаппы, казав, это пустое, лживое, это реклама вся, которая мне обещает, что вот только я куплю этот новый телефон и все, жизнь наладится, вообще все, все произойдет великолепно. Обман, ничего не наладится. Если бы все наладилось от нового телефона, то тогда уже было много счастливых людей. Общество потребления, оно несчастливое, то есть оно просто провоцирует вот эта вся реклама, что тебя загоняют просто в ситуацию недостатка. Ты себя сравниваешь, там реклама, смотришь этот человек, этот человек, или там с кем-то, начинаешь завидовать, и все, и ты пошел шарашить, чтобы обслуживать интересы производителей и всякой фигни. И, значит, шаппы, двор, казав, пустое, лживое, отдали от меня. И бедность, и богатство. Это в Каэле, в Лизаас. Значит, значит, еще раз мы остановились на всех своих путях, познавай его, познавай Бога. То есть ты идешь по путям Бога и двигаешься по вот этим широким магистральным дорогам правильной жизни. И уйя ашер архотеха, и он выпрямит твои дорожки. То есть во всех твоих более небольших решениях о заповедях, о незаповедях и так далее, если у тебя магистральное, главное для твоих решений это служение Богу, то тогда все остальное он выпрямит и сделает, будет все идеально. Значит, ну что у нас сегодня? Двадцать четыре минуты мы уже, все. Значит, сегодня мы заканчиваем этот урок, мы дошли до шестого отрывка. На всех своих путях познавай его, и он выпрямит твои дорожки. Значит, нужно тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому помогут и изучать, и обучать. Поэтому сейчас, вот просто сразу я сейчас выключаю, сделайте три вывода, каких-то три главных мысли, которые вы хотите сохранить. Запишите их в комментарии к этому уроку, прям напишите в комментарии. Я понял, раз, два, три. И сегодня то, что вы поняли, кому-то расскажите, кому-то напишите, напишите кому-то сообщение, расскажите кому-то, сделайте темой разговора с кем-то, вот что ты думаешь по этому поводу. Потому что для того, чтобы что-то запомнить, как мы изучили сегодня, Кашрем Альгар-Гаратеха, нужно слова эти произносить. Все. Желаю всем брахава от слаха, чтобы было месяца дар, увеличиваем радость. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова